Для вебинара мы коротко подведем итоги нашего конкурса прогнозов, который мы на этой неделе проводим ежедневно, с понедельника по пятницу. То есть у нас уже было два этапа, в понедельник и во вторник. Сегодня третий этап. Ссылку на правила конкурса я сейчас в чат выложил. Если кто не знает, можно пока зайти и быстро ознакомиться. И вчера мы прогнозировали с вами пару доллар-японская иена. Какая будет котировка на закрытие дня на 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени. Итоговая котировка у нас была 109.39. И ближе всех оказался участник с номера счета 31816, который дал прогноз 109.34. Поздравляем победителя. Бонус 30 долларов на торговый счет уже зачислен. Вы можете использовать средства в торговле. И победителю за понедельник Альберт, наш постоянный участник с номером счета 68166. Альберт, вам тоже бонус зачислен сегодня. Поэтому два победителя уже бонусы получили. Сегодня у нас новый этап конкурса. И сегодня мы с вами прогнозируем золото. Какая у нас будет котировка на закрытие дня. То есть также на 23 часа 59 секунд по москве. Прогнозы в чат уже можно оставлять. Вот в таком формате счет номер, ваш номер реального счета в нашей компании FreshForex. Затем указываем золото и тировка, какая у нас ожидается. Сейчас я просто положил образец, где там номер счета 123 евро-доллар. Это как формат. И вот в таком формате прогнозы принимаются до завершения нашего вебинара. И завтра также подведем итоги. И завтра четверг у нас вебинар в 10.30 и 18 часов по Москве. Поэтому завтра у нас получается также будет два этапа конкурса. И будет разыграно 60 долларов соответственно. И также вот одно небольшое замечание по этому конкурсу. Сегодня смотрел, когда ваши прогнозы вчерашние, чтобы подвести итоги, кто победитель. Увидел, что четыре человека вчера указали одинаковое значение по паре доллара и иена. Это была отметка 109.45. И получается, что если бы, допустим, такая отметка была, или бы она была рядом, то победителем был бы все равно один. Один из четырех – тот, кто первый дал, соответственно, такой прогноз. Остальные три бы, они в любом случае не стали бы победителем. Поэтому по правилам конкурса, ссылку я выложил в чате чуть ранее, указано, что если два значения одинаковых или более двух значений, то победитель тот, кто дал первый прогноз по времени. Поэтому если вы уже видите, что в чате кто-то написал такую котировку, то нет смысла ее повторять, потому что вы уже не участвуете в конкурсе. Вам нужно хоть кто-то либо больше, либо меньше. Поэтому тоже смотрите, чтобы у вас не было пересечения с другими участниками, а то может быть так, что вы прогноз оставили, но при этом он уже не актуальный, потому что кто-то дал такой прогноз раньше у вас. Поэтому смотрите тоже на других участников, чтобы они у вас не повторялись. Так, и вот Надежда уже написала нам свой прогноз. Единственное, что также вот смотрите, у нас после запятой по золоту два знака, допустим, 1290, там, запятая 80. Соответственно, если вы ставите 1290, значит подразумевается, что ровно тоже здесь такие моменты выводите. Не забывайте, если вы, допустим, считаете, что значение будет нецелое, то и не забывайте также добавлять в конце вот те цифры, которые вы хотите. Так, вроде бы всю информацию озвучил, которую хотел, и мы тогда начинаем с пары евро-доллар. Нет, сначала с календаря событий. В 17.30 сегодня новости у нас, данные по запасам нефти от Минэнерго. Ночью были опубликованы предварительные данные от API, о них тоже поговорим обязательно. И мы с парой евро-доллар, вчера говорили о том, что эта пара у нас будет расти, и тут либо на 12.77 сходит, либо повыше на 13.10. И вчера сходил на 12.83, то есть чуть выше 12.77 и выше пока не пошла. И сейчас она снижается, и в целом, если так смотреть, то сегодня, я думаю, будет примерно та же картинка, что и вчера. То есть вчера мы сначала снижались по паре евро-доллар, прошли до 12.40, а потом пошли до 12.83. Сейчас я думаю, примерно будет такая же картина, то есть сначала пара сходит в область вчерашнего минимума 12.40, после этого она пойдет вверх и подрастет также куда-то к 12.80 в область вчерашнего максимума. Сейчас котировка 12.52, поэтому здесь, на мой взгляд, необходимо поставить байлимит на 12.40 и 12.10 и закрывать позиции на 12.80. Пока пара стоит во флете, на часовом и четырехчасовом графиках у нас флет по EDX и по RCI. В этом дневке и недельке показывают по-прежнему сильный восходящий тренд, и у нас пара торопуется в боковике. В боковик мы вошли после сильного роста, и обычно такой боковик заканчивается еще одной волной роста. Вчера я говорил о том, что у нас на этой неделе станет СБ, будет завтра и пресс-конференция Драги в 15.30. И здесь, соответственно, можно ожидать, что на пресс-конференции Драги евро уйдет немножко вниз. Допустим, к 1.12, на 12 фигуру будет коррекция. В целом, если так смотреть, то сильного обвала евро не будет, будет просто именно коррекция, потому что пока нету причин для сильного падения единой европейской валюты, но коррекция может быть. И также проговорили, что перед ЕЦБ рынок поднимут вверх, а на ЕЦБ рынок опустят вниз. И я пока по-прежнему склоняюсь к этому сценарию, ничего пока не изменилось. На рынке облигаций спред растет. Германия, США на текущем графике это линия синего цвета, и пара также движется вверх. И здесь все по-прежнему без изменений, и все достаточно хорошо для евро. Что сегодня плохо для евро, что сегодня может вызвать снижение? Рост фондовых рынков, коррекционный рост, на мой взгляд. У нас рынки падали очень сильно в последние несколько дней. Сегодня небольшая такая коррекция идет. В азиатскую сессию она шла, и сейчас в Европе тоже небольшая такая коррекция. Поэтому здесь сигнал снижения, сигнал роста фондовых рынков – это сигнал на снижение для евро. Поэтому здесь, на мой взгляд, пара может снизиться в область вчерашнего минимума, но ниже не пойдет, потому что ее будут выкупать. Тенденция сходящая очень хорошая. Е12.40, она пойдет на 12.80. Может быть, конечно, она и выше сходит, допустим, на 13-ю фигуру, или на 13.20. Но, скорее всего, нет, потому что краткосрочный таймфрейм очень вялый. То есть, вялая такая тенденция по EDX. Поэтому, наверное, сегодня от 12.40 до 12.80 рост, и все, и больше, наверное, на роста не будем. Вчера говорили о покупках, и сегодня также говорим о покупках. И 12.40, значит, и 12.10 buy limit, и 12.80 take profit. Вот такой взгляд на сегодня пару евро-доллар. Уважаемые коллеги, задавайте право свои вопросы, и я на них с вами отвечу. А мы пока поговорим о паре фунт-доллар. Здесь тоже у нас флэт, в принципе, особо ничего не меняется. И здесь, если смотреть на рынок нефти, который вчера подрастал немножко так вяло, но, тем не менее, рост был. И сегодня, я думаю, этот рост будет продолжаться. Вчера было максимум 50.35, и я думаю, сегодня будет обновление максимума. И пара пойдет на 50.77. Это максимум 5 июня. Сегодня новости, судя по всему, будут хорошие. И здесь непосредственно, что можно выделить хорошим новостям, это отчет по запасам сырой нефти, который сегодня будет в 17.30 по Москве. Данные сегодня будут от Минэнерго. Это официальный такой источник статистики. Есть также еще неофициальный источник. Частная организация, американский суд нефти, называется API. И корреляция между двумя этими инструментами положительная, за редким исключением. В каждом правиле есть исключения, необходимо это понимать. Но в целом корреляция очень хорошая, она прямая. Один показатель растет, второй тоже растет, один, третий падает и так далее. И здесь мы видим API, линии красного цвета и энерго линии синего цвета. И мы видим, что они ходят друг за другом. И горизонтальная линия зеленого цвета, это нулевая отметка, нулевая область. Все, что ниже, это значит свали. Все, что выше, запасы выросли. Ну и здесь мы, получается, с вами видим, что запасы упали в правой части графика. И, соответственно, сегодня можно ожидать также падения запасов по Минэнерго. В целом это такой сезонный фактор. Здесь нет ничего необычного. И это вызвано тем, что летом в США традиционно, как и в принципе в любой стране развитой мира, что, допустим, в странах Европы, что в России и так далее, всегда летом высокий спрос на нефтепродукты. Потому что люди много ездят на автомобилях, путешествуют. Летом люди берут спуска. То есть это обычный такой вот сезонный фактор. И мы с вами еще раньше в наших вебинарах, вот в апреле, в марте, говорили о том, что в Америке такой сезонный фактор, что там в январе, феврале, в марте, в апреле запасы растут. Сезонная такая тенденция. Потом они в мае, в июне, в июле, в августе и в сентябре они падают. Причем больше всего они падают в июле и в августе. Самый такой пик. И вот сейчас именно такая тенденция наблюдается. То есть ничего нового. Каждый год одно и то же. И вот в мае этой тенденции получается запасы падают. Спас на нефть растет. И, соответственно, для рынка нефти это хорошо. Сегодня, я думаю, будут также расти и цены на нефть. Особенно вот на этом отчете в 17.30. Цены на нефть пойдут вверх. Поэтому также сегодня можно покупать и бренда WTI. И я думаю, что на полдоллара как минимум на отчете стрельнут вверх оба инструмента. Возможно, даже и больше. Здесь зависит от того, насколько цифры будут хорошие. Насколько много запасов сократятся. Настолько сильнее нефти вырастет. Поэтому вчера была первая волна роста. Сегодня будет продолжение. Нефть будет расти. И для пары фунт-доллар это тоже плюс. Между нефтью пара фунт-доллар корреляется тоже есть. И для пары это тоже сильно такой хороший. Но если посмотреть на технику, то здесь ничего вообще не изменилось. Флет на всех трех таймфреймах. И DXRCI показывают абсолютный флет. Боковой тренд. Нет ничего интересного. Но вчера говорили, что самый сильный сигнал в этой валютной паре, если любая часовая свечка закрывается выше максимума 1.2949, такого закрытия мы не увидели. И здесь на сегодня опять тот же самый сильный сигнал на покупку. Это вот именно в этом случае, если часовая свечка закрывается выше 2.949, то тогда к 1.30 дорога открыта. То сразу фунт-доллар будет расти, будет хороший импульс. Это вот самый такой сильный сигнал. Менее сильный это можно покупать прямо с текущих уровней 28.92 и закрываться на 29.49 на случай того, что если не будет этого самого пробоя. То есть шансы на пробой сегодня отметки 29.49, они есть за счет динамики рынка нет. Но сумеет ли пара пробить, это тут уже большой вопрос. Поэтому здесь вот два таких сигнала. С сильный и средний, скажем так. Поэтому вы сами уже решаете, если вам хочется дождаться вот такого более уверенного роста, тогда ждите закрытия часовой свечки любой абсолютно. Выше вчерашнего максимума, после этого можно покупать. Будет импульс вверх. Если вы не боритесь ничего, готовы немножко рискнуть, тогда можно покупать сейчас. То есть все зависит от подхода к риску. Кто-то любит рисковать, кто-то не любит рисковать. Поэтому вот два таких на сегодня сигнала. То есть мы пока стоим во флейте, и тут не видно причин ни для падения сильного, ни для сильного роста. И вот в рамках этого флэра мы сейчас около нижней границы. Поэтому можно ожидать рост котировок в верхней границе. Так, теперь мы поговорим о паре доллар-японская иена. Вчера мы говорили о падении по этой валютной паре в 109.20. И не дошли всего два пункта. 109.22 вчера был минимум. Сегодня минимум 109.20. Сейчас, на мой взгляд, будет рост котировок в этой валютной паре. Потому что тут дивергенции стоят на часовом, на четырехчасовом графиках. И плюс здесь фондовые рынки, хоть и умеренно, но растут сегодня. То есть это сигнал такой корректонный для этой валютной пары. На мой взгляд, это будет именно коррекция, а не разворот никакой глобальной. Коррекция куда может быть. Мы, поскольку сейчас были недалеко от нижней границы, по более на часовых веках 109.25, то сейчас коррекция будет к верхней границе 109.66. И вот там, я думаю, вся эта коррекция завершится. Рынок постоит еще некоторое время, и после этого, я думаю, опять снизится к 109.20. Поэтому сейчас сигнал вот такой коррекционный покупку есть. Тут рост фондовых рынков и эвергенции по RCI на часовом, четырехчасовом графиках. Подождать рост на 30 пунктов вверх от текущего уровня. С учетом того, рынок облигаций по-прежнему указывает тенденцию вниз на текущем графике. Это все видно с пресса США, Японии, линия синего цвета. То, в принципе, и пока нет причин, чтобы был рост такой вот не коррекционно маленький, а такой прям большой. Для большого роста пока причин нет, но для небольшой коррекции уже причины есть. Поэтому здесь сначала коррекция, а потом опять, я думаю, будет снижение к 109.20. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И я не столько с ними отвечу. Также небольшой анонс. Завтра, четверг у нас, соответственно, будет два вебинара. В 10.30 обзор рынка. И также вебинар по трендовой торговой стратегии. Мы поговорим завтра о том, как торговать в тренде с помощью индикаторов теханализа. Завтра рассмотрим одну очень хорошую торговую стратегию, которую мы раньше не рассматривали. И мы в этом году уже проводили вебинар по одной и той же трендовой стратегии. Но это будет совершенно другая стратегия. Тоже, которая показывает, как можно и просто торговать в тренде. Так, DAX. Надежда, благодарю вас за вопрос. Что касается по DAX, то здесь, на мой взгляд, у нас сегодня будет небольшой рост. Такой вот небольшой коррекционный к средней, по более в журночных веках 12748. После этого надо будет смотреть, как у нас S&P будет двигаться. И не только S&P, а в первую очередь VIX. Индекс страха для S&P 500. То есть, вчера мы говорили о том, что DAX упал к средней по более в журно-дневной графике. Он упал. Вчера упал. И сейчас продавили минимум вчерашнего дня. Но уже выкупают. То есть, сделали дивергенцию и выкупают. И сейчас пока вот именно коррекция 12748. Дальше надо будет посмотреть за VIX. Если VIX будет расти в американскую сессию, то есть вы сами это можете посмотреть. Напишите в пояснике, допустим, индекс страха VIX или просто VIX. Вот сейчас напишу, как он в чате. Вот так он называется. Индекс страха VIX. То есть, когда он растет, фондовые рынки снижаются. И наоборот, когда он падает, фондовые рынки растут. Если сегодня VIX будет падать, то завтра DAX также может подрасти. Но вчера, допустим, VIX рос. Хоть и вяло, так 3%, но рос. Поэтому пока что получается именно такая коррекция небольшая сегодня по DAX. Если же VIX будет падать сегодня, то DAX завтра можно будет покупать. Тут в первую очередь зависит настроение рынка. То есть, VIX – это индекс настроений. Если плохие, VIX растет. Если хорошие, VIX падает. Поэтому следим за настроениями. Какие будут настроения сегодня, я, честно говоря, не знаю. Только лишь можно посмотреть на VIX и понять, что у нас настроение на рынке. Поэтому смотрите вечером, что будет с VIX. И вы поймете, что у нас дальше будет с DAX. Так, а если золото будет корректироваться от ничтенистого, до каких уровней вы можете пойти по доллар-иену? Дори у вас запрос, Виталий. Вопрос очень действительно интересный. Потому что золото у нас очень сильно выросло и приближается к 1300. И по золоту, на мой взгляд, на этой неделе и на прошлой неделе говорили о том, что рост котировок, фигура прямоугольника на дневном графике, прямоугольник продолжения тренда. И вся эта фигура уже отработана давно, и до верхней по Боллинджеру мы вчера дошли. С одной стороны, золото, конечно, еще можно купить. Вроде как все хорошо, но, честно говоря, уже опасно так. Потому что и приближается отработан, и верхний по Боллинджеру достигнут. А тут, кто его знает, уже минут на минуту коррекция начнется. Поэтому я бы пока по золоту ничего не делал. А вот что касается таких уровней, может, допустим, золото упасть тут. Золото может и не упасть особо сильно. Почему может не упасть? Потому что на фондовых рынках может быть новая распродажа. И тогда золото еще раз пойдет вверх. Поэтому по золоту я бы говорил, что надо покупать 1287. Оно уже эту отметку сделало. Вчера был максимум 1295-1299. Поэтому цель выполнена. Пока лучше ничего не делать. Сегодня, по крайней мере. Надо просто смотреть, как себя золото будет вести. Золото как может вести? Золото либо сейчас сильно пойдет вниз. Либо будет такой узкий флет день-два и потом номеров вверх. Ну, соответственно, если будет узкий флет, то и для пары доллар-иена тут никаких, в принципе, таких плохих факторов нет. То есть нет такого фактора, что прям сильно она выросла. Если золото сильно пойдет вниз, то тогда пара может также пойти вверх на хорошую коррекцию. Как сейчас себя поведет золото, я, честно говоря, не знаю. То есть может быть узкий флет, может быть будет сильная коррекция. Надо просто посмотреть. Пока вот по паре доллар-иена я вижу, что сопротивление на 109.66 верхнее по болинджеру на часовиках. Я думаю, что выше она не выйдет. Пока причин нет. Поэтому тут по золоту и так, и так получается надо посмотреть. Потому что если ВИКС будет расти, то по золоту будет небольшой такой флет, узкий флет. День, два, три, потом новый рывок вверх. Поэтому тут пока надо просто посмотреть. Что касается выборов в Англии, Елена, тоже был у вас вопрос. Вопрос тоже очень интересный. Потому что действительно завтра выборы в Великобритании, парламентские. И тут тоже непонятно, что может выйти в итоге. Вроде как по предварительным таким соцопросам. Там коалиция Терезы Мэй уступает. И вроде как это большой минус для британской экономики. Но при этом, насколько хорошо это для золота. То есть есть ли в этом какой-то геополитический риск? Я думаю, нет. Просто им придется договариваться. То есть сейчас парламентские выборы Великобритании, это в принципе не вот такая ситуация, как выборы, допустим, во Франции, которые были там. И выборы, которые были в Америке, там Трамп и так далее. То есть выборы Великобритании, они по большей части такая внутренняя заварушка. То есть по Великобритании все уже решено. Там Британия, Брэнзит и так далее, и тому подобное. То есть если вы, допустим, смотреть на французские выборы, которые были в мае, там был вопрос. А вдруг Франция тоже будет референдум проводить? А вдруг она выйдет из состава ЕС? Это были такие риски. И для золота это хорошо. Тут уже в принципе все решено. Брэнзит и здесь получается такая вот внутренняя заварушка политическая. Я думаю, что особо для золота это никак. Но будет какая-то реакция на итогах, там может быть вверх, может быть вниз. Но прямо вот так вот, чтобы она реакция была очень продана, я думаю, нет. То есть будет какая-то реакция в течение часа, но не больше. Потому что пока это вот такие выборы, это больше именно влияние на фунт, конечно, окажет, безусловно. На фунт, СИСТО, индекс Британии. А на золото, я думаю, очень мало окажет влияние. Потому что в принципе все там более-менее так стабильно. То есть там плюс-минус разница в голосах идет, или такая большая, там 20 голосов, 20 мест в парламенте. То есть в принципе ничего такого сверхъестественного вроде как пока не ожидается. Так, вроде больше вопросов нет. Тогда мы завершаем наш вебинар. У нас еще есть буквально минутка. Кто не успел свой прогноз написать по золоту, можете сейчас оставить свой прогноз. В формате номер счета, золото и котировка. И также смотрите, чтобы ваш прогноз не повторялся с предыдущими участками. Иначе вы тогда не сможете участвовать в борьбе за приз. И завтра, значит, как обычно, два вебинара в 10.30 и в 18.00 по Москве. Поэтому завтра также подведем итоги текущего конкурса. И да, вот Виктор правильно сказал, я уже совсем запамятовал. Уважаемые коллеги, напишите тогда, какой мы с вами будем завтра инструмент прогнозировать. Виктор, благодарю вас за напоминание, то бы сейчас забыл. Значит, можно любой пары, может быть там индекс какой-то. То есть мы, что с вами прогнозировали, недельник фунт доллара, во вторник доллар и иена, и сегодня золото. Вот это все мы берем. Любой другой инструмент, есть у нас в вебинаре метр 4, можно брать завтра на 10.30. А в 10.30 тогда выберем инструмент на 18 часов. Поэтому сейчас выбираем инструмент на завтрашний вебинар на 10.30. Я вот вижу тут нефть 4 человека, поэтому там нефть мы выбираем. На какую нефть у нас две нефти, Brent, WTI. Напишите кто-нибудь, какую именно нефть мы завтра будем прогнозировать. Brent или WTI. Так, WTI. И вот у нас первый был участник с WTI. Тогда WTI мы завтра с вами прогнозируем. Котировка на закрытие, как обычно, дня. Вот такой у нас завтра с вами будет прогноз. Сегодня мы с вами вебинар наш завершаем. Мы все больше прогноза тоже не принимаем. Сейчас я все ваши прогнозы соберу, чтобы они были все в одном месте. Тогда завтра мы также с вами этого конкурса подведем. Благодарю всех за активное участие в конкурсе. Продолжение следует...